Знание нормативно-правовых актов в сфере образования и профсоюзной деятельности, умение презентовать себя, но главное – показать свои лидерские качества. Десять конкурсантов в режиме онлайн боролись за звание лучшего. Долгая подготовка и разработка самой системы проведения испытаний. Опыт полезный, признаются организаторы конкурса. Молодежь, она же легка на подъем. Для нас это, наоборот, было интересным вызовом первыми попробовать сделать такой конкурс в онлайн-режиме. Мне кажется, со стороны технической у нас точно не возникло никаких проблем. Ну, собственно говоря, и содержательные, как мне кажется. Также ребята отметили, что дома даже немножко нивелируется фактор волнения. Ежедневная поддержка со стороны факультетских товарищей. Десятки видеороликов и фотоколлажей. А накануне конкурса – интервью с каждым участником по видеосвязи в прямом эфире. А теперь поведай нам о своих трех самых слабых сторонах. Три твоих самых слабых качества. Эмоциональность, потому что я очень ярко реагирую на все происходящее. Не изменились в этом году испытания. Пять конкурсных заданий на умение вести диалог, адаптироваться в сложной ситуации, отстаивать свою точку зрения. Завершающий этап конкурса – задание «Сюрприз». В этом году мы подвязались к конкурсе «Сюрприз» к одному важному событию для профсоюза, общероссийского профсоюза образования. В этом году ему будет 30 лет. И мы просили ребят составить такой пост тоже, чтобы разместить его в социальных сетях позднее с поздравлением от студенческого корпуса нашего профсоюзного. Ну, собственно говоря, мне кажется, что у ребят получилось. Скоро мы увидим эти опубликованные посты. Стать лидером среди лидеров и занять почетное первое место. С этой задачей справилась Ксения Молчанова, представительница студенческого актива, участница множества форумов и университетских фестивалей. Главный критерий лидерства, отмечает Ксения, ответственность. Но поддержка команды важна не меньше. До начала конкурса я не понимала, что у нас идет именно конкурс. Даже когда мы написали профсоюзное ЕГЭ, мне казалось, что это что-то непонятное, но эмоции непередаваемые. Я плакала после того, как узнала, что я стала победителем. Эти эмоции, конечно, не сравняются с теми, которые происходят в обычном формате, потому что все-таки можно как-то обнять свою группу поддержки, поделиться эмоциями с другими участниками. Но все равно это очень приятно, это очень здорово. Не только звание студенческого лидера, но и новые возможности. Теперь представлять Брянский государственный университет Ксения будет на конкурсе студенческих лидеров Центрального федерального округа. Мария Селевестрова специально для программы «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова